Добрый день, с вами Наталья и у нас очередной урок русского языка. Сегодняшняя наша тема понятие о второстепенных членах предложения распространенное и нераспространенное предложение. Итак, распространенное и нераспространенное предложение. Это классификация простого предложения по наличию второстепенных членов. Нераспространенным предложением называется предложение, которое состоит только из грамматической основы, то есть в котором присутствует только подлежащее исказуемое. Урок начался и больше ничего. А распространенным предложением называется предложение, в котором помимо грамматической основы есть какие-то еще второстепенные члены предложения. Сегодняшний урок начался недавно. Что я сделала с первым примером? Я его распространило, добавив некоторые второстепенные члены. А вот что уже такое эти самые второстепенные члены? Второстепенные члены предложения – это такие члены предложения, которые служат для уточнения, для пояснения подлежащего и сказуемого. Они состоят в подчинительной связи с главными членами предложения, то есть подчиняются им, либо же они могут зависеть друг от друга, то есть второстепенный член может относиться и к другому второстепенному члену предложения. Существует три второстепенных члена предложения. Это определение, дополнение и обстоятельства. Поговорим поподробнее о каждом. Начнем мы с определения. Определение – это такой второстепенный член предложения, который обозначает признак предмета. Отвечает определение на вопросы «какой?», «чей?» и входит в состав подлежащего, то есть относится к подлежащему. Вопрос к определению мы будем всегда задавать от подлежащего. Определения бывают согласованными, несогласованными, а еще выделяется такой вид определения, как приложение. Что же это все такое? Согласованное определение. Оно выражается прилагательным или причастием и согласуется со своим определяемым словом, с существителем, к которому относятся, вроде числе и падеже. То есть оно связано со своим главным словом, вспомните тему словосочетания, по способу согласования. Например, деревянный дом. Дом какой? Деревянный. Это определение. Если я буду изменять главное слово «дом», то определение согласованное будет изменяться вместе с ним. А доме каком? Деревянном. Дому какому? Деревянному. То есть при изменении главного слова изменяется и согласованное определение. Несогласованное определение, оно выражается либо существителями в косвенных падежах, либо инфинитивом, либо наречием, либо какими-то другими частями речи или словосочетаниями. И самое главное, что оно связано со своим главным словом, существительным, по способу управления или примыкания, уже не с помощью согласования. То есть если вы будете изменять главное слово, то несогласованное определение изменяться не будет. Посмотрите, пожалуйста, на примеры. Дом из дерева. Дом какой? Из дерева. Дому какому? Из дерева. А доме каком? Из дерева. Изменения зависимого слова, несогласованного определения не происходит. Такое определение легко перепутать с дополнением, о чем мы будем говорить чуть дальше. Но тут я вернусь к тому, что в русском языке по его грамматической структуре от существительного можно абсолютно грамотно задать только вопрос «какой». Поэтому дом какой? Из дерева. Или дом какой? Вдалеке. Это тоже будет несогласованным определением, но выраженным в данном случае наречием вдалеке. И, наконец, отдельный вид определения – это приложение. Это определение, выраженное существителем, стоящим в том же падеже, что и главное слово, определяемое слово. Ну вот, например, ребята-выпускники. Ребята какие? Выпускники. Это пример приложения нераспространенного, выраженного одним словом. Приложение может быть и распространенным. Ребята, будущие выпускники, готовятся к экзаменам. Например, в таком предложении приложение «Будущие выпускники». Это уже такое распространенное приложение. Итак, виды определений. Согласованное, несогласованное и приложение. Следующий второстепенный член – это дополнение. Дополнение – это второстепенный член, обозначающий предмет, на который направлено действие или который является результатом действия. Дополнения отвечают на вопросы косвенных падежей, то есть всех, кроме именительного. Дополнения выделяют прямые и косвенные. Посмотрите, прямые дополнения выражаются существительными или местоимениями в винительном падеже без предлога. То есть к прямым дополнениям мы задаем вопрос «кого что?». Писать «кого что?» – письмо. В данном случае письмо – это прямое дополнение. А все остальные дополнения называются косвенными. Ну, все остальные – это очень хорошая формулировка, но если вдаваться в подробности, то косвенные дополнения выражаются существительными или местоимениями в остальных косвенных падежах или в винительном падеже, но с предлогом. Посмотрите, думать о чем? О будущем. Это дополнение стоит в предложном падеже и является косвенным. Рассчитывать на кого? На себя. Это дополнение стоит в винительном падеже, но с предлогом. И тоже является косвенным. И, наконец, третий вид второстепенных членов – это обстоятельства. Обстоятельства, его смысл и его вид зависят от вопроса. А вопросов к обстоятельствам задается достаточно много. На вопрос «как?» – «каким образом?» отвечают обстоятельства образа действия. На вопрос «насколько?», «в какой мере?», «в какой степени?» это обстоятельства мира и степени. Вопросы «где?», «куда?», «откуда?» – свойственные для обстоятельств места. Вопрос «когда?», «с каких пор?», «до каких пор?» – это обстоятельства времени. На вопрос «зачем?», «с какой целью?» что-то совершается?» отвечают обстоятельства цели. А на вопрос «почему?» – обстоятельства причины. Если мы ставим вопрос «при каком условии?», то перед нами будет обстоятельство условия. А вопрос «несмотря на что?» – это вопрос «обстоятельства уступки». То есть вы видите, что видов обстоятельств достаточно много. Главное – правильно поставить вопрос. Вот давайте посмотрим на примеры. Я очень старательно занимаюсь. В этом предложении два обстоятельства. Я занимаюсь как? Старательно. И это обстоятельство образа действия. И старательно, насколько, в какой мере, очень. Это обстоятельство мира и степени. Я занимаюсь дома весь день. Я занимаюсь где дома? И это обстоятельства места. И я занимаюсь сколько времени? Весь день. Это обстоятельства времени. Я занимаюсь ради поступления. Я занимаюсь зачем? Ради поступления. Это цель. И поэтому это обстоятельства цели. Из-за усталости заниматься трудно. Заниматься трудно почему? По какой причине? Из-за усталости. Это обстоятельства причины. При желании я буду заниматься дальше. Я буду заниматься дальше при каком условии? При желании. Это обстоятельства условия. И последний пример. Несмотря на усталость, я продолжаю заниматься. Я продолжаю заниматься несмотря на что? Несмотря на усталость. Это обстоятельства уступки. Вот тут обратите внимание, это обстоятельство уступки зачастую выражается таким так называемым уступительным оборотом с предлогом несмотря на. Он всегда выделяется запятыми. Несмотря на усталость. Давайте посмотрим теперь с точки зрения практики Вам нужно выделить в данном предложении главные и второстепенные члены Определить виды второстепенных членов И указать, какими частями речи они выражены Предложение для примера такое Наше занятие традиционно заканчивается заданием на усвоение материала Итак, подумайте, поставьте урок на паузу, выполните задание А потом вернитесь, и мы вместе все проверим Приступаем к проверке Значит, в нашем предложении грамматическая основа является конструкция Занятие, что делает, заканчивается Это подлежащее и сказуемое Переходим к второстепенным членам Занятие чье? Наше Наше это согласованное определение, выраженное местоимением Согласованное потому, что если я буду изменять слово занятие То слово наше тоже будет меняться Занятие чьему нашему, а занятие к чьем нашим и так далее Дальше Заканчивается как традиционно Это обстоятельство образа действия с вопросом как Выраженное наречием Заканчивается чем? Заданием Это косвенное дополнение, поскольку стоит в творительном падеже Выраженное существительным И заданием каким на усвоение материала Это несогласованное определение, которое выражено словосочетанием Надеюсь, информация была для вас полезна Определение, дополнение обстоятельств Это те второстепенные члены, которые надо знать И знания о которых пригодятся нам на следующих уроках Всего хорошего, до свидания